В 2013 году в системе соцзащиты открылись социально-консультативные отделения. Их сотрудники – участковые консультанты, в обязанности которых входит так называемый подворовый обход. Основная цель этой работы – выявление граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Но не всегда службам удается попасть в квартиры. Горожане проявляют бдительность. О том, как отличить настоящего соцработника от эфириста и зачем нужно открывать дверь, если к вам постучался участковый консультант, расскажем прямо сейчас. Нина Степановна Селиванова много лет разыскивала могилу своего отца. Он ушел на фронт, когда она была маленькой. И единственное, что осталось в памяти о родителе – старое семейное фото. Так бы и тратила годы на поиски, если бы не случай. В ее дверь постучал участковый соцработник. До визита консультанта женщина слышала об акции «Крылья добра», только не знала, куда обратиться. И вот, благодаря помощи соцслужб, Нина Селиванова нашла место, где похоронен ее отец – в Карелии. Ну, мне так понравилось. Вот, знаете, вот все так организовано. Все списки указаны. Кто какое звание имел, откуда призван. Вот это все. Я говорю, настолько благодарна вот этой службе нашей социальной. Наталья одна растит двоих малышей. У младшей Сонечки всего три недели. Старшей – Лизе, три с половиной года. На момент нашего визита девочка была в детском саду. Историю Наташи можно назвать чудом. В самую трудную минуту жизни она обрела ангела-хранителя. В ноябре прошлого года мы находились дома, к нам постучал соцработник. И составил на меня соцпаспорт, рассказал о различных программах, которые у них проводятся. Мы как раз нуждались на тот момент. Произошла врачебная ошибка, и ребенок мой пострадал. Нам необходимо было лечение в Москве. И вот как раз соцработник Щукина Ольга Васильевна, она помогла. И сегодня участковый соцработник не забывает о своей подопечной. Навещает, делает подарки. Девушка уверена, она и ее дети под защитой. Социально-консультативные отделения существуют чуть больше года. И за это время стало понятно, что они необходимы. Наше отделение не только выявляет неблагополучные семьи. В его задачу входит также оказание экстренной, срочной помощи семье. А уже далее наши специалисты привлекают отделение социально-консультативной помощи, привлекают к работе с семьей отделение по поддержке семьи и детей. У нас есть такое отделение. Вот они привлекают этих специалистов для того, чтобы вывести семью из той трудной жизненной ситуации, в которой семья находится. В наше неспокойное время под видом соцработников в дверь могут постучать мошенники и аферисты. Чтобы не стать жертвой обмана, нужно помнить, что специалист государственного учреждения приходит со всеми необходимыми документами. Социальный работник, придя в семью, показывает удостоверение, где написано, что он именно социальный работник учреждения, государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения, комплексный центр социального обслуживания населения Оренбургской области. Придя в семью, социальный работник заполняет паспорт, где он пишет фамилии, имя, отчество, пишет, какая это семья, благополучная, неблагополучная, какая у него квартира, благоустроенная, неблагоустроенная. Такие сведения необходимы для того, чтобы в случае нужды оказать семье поддержку. Уходя, социальный работник обязательно оставляет памятки, в которых содержится полезная информация. Сотрудник Акцессион никогда не станет предлагать приборы, БАДы и прочую продукцию. Итак, если к вам постучали и представились участковым соцработникам, не спешите отказывать в общении. Попросите предъявить удостоверение. Если документ вас не убедил, что в наше время суперкопировальной техники вполне объяснима, попросите назвать номер телефона комплексного центра, к которому прикреплен сотрудник. Позвоните туда и убедитесь, что такой человек в штате есть. Семья, как матрешка. Чем больше, тем лучше. Так красивее! Наполните жизнь счастьем.